Легковушка перевернулась после столкновения с панелевозом. Авария произошла на улице Героев Тонкограда в Челябинске. Об этом и других ДТП в обзорном репортаже нашего корреспондента. В ГИБДД говорят, что водитель МАЗа с полуприцепом во время перестроения из одного ряда в другой не уступил дорогу Ладе Гранте. В итоге отечественное авто перевернулось. Пока летело, задело еще и БМВ. Пострадал 37-летний водитель Гранты. О состоянии других участников аварии данных нет. В Челябинской области на трассе перевернулась машина. По словам очевидцев, мужчина на легковушке шел на обгон. В этот момент водитель другой машины начал поворачивать. Пострадавший попытался его объехать, чтобы избежать столкновения. В итоге авто занесло, и оно улетело с трассы, а потом перевернулось. В районе Усть-Катава столкнулись ВАЗ-14 модели и автобус. Водитель легковушки погиб. Авария произошла, когда водитель отечественной легковушки выехал навстречу. В автобусе было 40 пассажиров. Нескольким из них стало плохо, и они были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Также медики осмотрели и ребенка. Пассажирку легковушки с травмами увезли в больницу. В Каслинском районе перевернулся автомобиль. Машину на крыше видели в районе села Воскресенское. Причины аварии выясняются. В Катаф-Ивановском районе перевернулся автомобиль. 38-летняя пьяная женщина за рулем Рено не справилась с управлением и улетела с дороги. Погибли ее пассажиры. Это двое мужчин. Одному 36 лет, второму 33 года. Известно, что виновница аварии права получала в начале лета. В Магнитогорске произошла авария с перевертышем. Очевидцы сообщают, что один автомобиль решил развернуться от остановки. Во время маневра водитель не увидел другое авто. В районе остановки общественного транспорта в Магнитогорске также заметили разбитую машину. Рядом лежал человек. Для него вызвали скорую. Как случилась авария, выясняют инспекторы ГАИ. В селе Аргаяш подросток на питбайке влетел Владу Гранту. Прав на управление двухколесным транспортом у 14-летнего парня не было. Питбайк, на котором он рассекал, был без государственных знаков. Подросток серьезно пострадал. Ему потребовалась госпитализация. Три маршрутки столкнулись в Челябинске. Травму получила пассажирка Пежо. Благо, только ушибы. Госпитализация ей не потребовалась. В Южноуральске парень за рулем Тойоты сбил мужчину. Пешехода не было видно в темноте. Как говорят в полиции, пострадавший находился на проезжей части в одежде без светоотражающих элементов. Пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. Собака стала жертвой гонщика из кусы. Местные говорят, что на данном участке бегают не только собаки, но и дети. Люди считают, что здесь необходимо поставить пешеходный переход. А это кадры огромной пробки в районе озера Косарги. По словам очевидцев, затор в обе стороны образовался из-за ДТП, в котором столкнулись три автомобиля. А лось мог стать причиной аварии в Магнитогорске. Животные заметили ночью на оживленной улице. Как Сахатый оказался в городе, неизвестно. Но благо не попал под колеса авто.